Безопасность начинается дома. Под таким лозунгом прошла акция, приуроченная ко Всемирному дню охраны труда. Организована она была профсоюзным комитетом Магнитогорского металлургического комбината. Форма проведения акции была не совсем обычной. Раздачу атрибутики и памяток металлургам совместили с экзаменом. Техника безопасности в вопросах и ответах в сюжете Евгении Солохудиновой. После работы на мини-экзамен сегодня на Комсомольской площади всех металлургов, которые выходили со смены, ждал небольшой сюрприз. Зачет по технике безопасности. Такая проверка знаний была организована профсоюзным комитетом ПАО ММК в честь знаменательной даты – Всемирного дня охраны труда. Это, конечно, не праздник. Тут праздновать особо нечего. Это, скорее, акция, цель которой – это обозначить самим себе, в первую очередь, наличие такой проблемы, как производственный травматизм. Цифры, конечно, шокирующие. В России только более двух тысяч человек ежегодно погибает от смертельных травм на производстве. В мире это более двух миллионов. В рамках акции было подготовлено сто билетов. В каждом по три вопроса все они касались правил безопасности, которые на производстве нужно соблюдать неукоснительно. Люди отвечали с энтузиазмом, подумав, перед этим несколько минут шпаргалок не использовали, не советовались друг с другом. Ведь эти правила они не только знают, но и постоянно им следуют. Я думаю, что их шесть. Правильно? Шесть. Правильно? Мы включили. За правильностью ответов следили технические инспекторы по охране труда, профсоюзной организации комбината. Каждый из них и сам наотлично знает все пункты и регулярно на производстве контролирует их соблюдение. Мы достаточно демократично подходим к оценке знаний. Мы не требуем дословного изложения тех ключевых требований, которые действуют в ПАО ММК. Мы хотим понимания человеком тех мер, тех обязанностей по охране труда, которые сберегут ему жизнь и здоровье. По поручению работодателя работник должен выполнять продовольственную функцию здоровья. Второе. Выполнение работы по техническому обслуживанию, ремонту, очистке и уборке на неотключенном оборудовании. Электрослесарь Кустового ремонтного цеха Сергей Лебедев отвечает четко и без особых раздумий. Об акции он узнал накануне вечером из социальных сетей и сразу решил, что обязательно примет в ней участие. Сергей уверен, все пункты в правилах безопасности написано, что называется кровью. Работа электрика, она поразумевает, что необходимо их выполнять. Все же в первую очередь это безопасность жизни. То есть напряжение это как бы не шутки и приходится, и даже не приходится, необходимо их выполнять для, как сказать, успешного возвращения домой. Каждый из тех, кто ответил правильно на все три вопроса, получил подарок от профсоюзной организации. Светоотражающий жилет, он символ того, что соблюдение безопасности не должно заканчиваться за воротами проходных. Быть предельно осторожным и внимательным каждый из металлургов обязан всегда и везде. Дома, на улице, на дороге. Евгения Солхудинова, Влад Набеев, телекомпания ТВИН.